В сегодняшнем ролике речь пойдет о том, как выбрать видеокарту в самом низком ценовом контингенте на замену старой вышедшей из строя. У старой видеокарты NVIDIA 8500JT произошел отвал чипа и теперь она не дееспособна. Также данная видеокарта является очень маломощной и работать в графических приложениях на ней практически невозможно. Рассмотрев предложение на Яндекс.Маркет, сделал вывод, что подобрать видеокарту ниже 1000 рублей будет невозможно, так как эти видеокарты имеют разъем AGP, а нам нужен PCI-Express. Даже ниже 2000 рублей также видеокарта не обнаружилась. Вы можете сказать, а почему бы не заказать карту на Алиэкспресс, ведь там будет все намного дешевле. Да потому что это нереально, так как видеокарта нужна срочно и ожидать месяц нет возможности. А вот вам варианты под 1 лям рублей. Как вам такие видеокарты? Может закажем такую? В общем рассмотрел кучу вариантов и выбрал самые оптимальные, которые в принципе по характеристикам будет более-менее нормальной для офисной работы. То есть я выбрал определенную модель, единственное что у нее есть различия в цене и за ревизию видеокарты. То есть есть первая ревизия, шестая и так далее, и здесь же различия в цене. Но характеристики все одинаковые. Для справки у старой видеокарты было всего 256 мегабайт видеопамяти, а это очень мало. В общем пришлось брать видеокарту в ближайшем магазине, обошлась она дороже, чем на Яндекс.Маркете. Видеокарта NVIDIA GeForce 210. Реизики данной видеокарты более-менее допустимы по сравнению со старой. Это 1 гигабайт видеопамяти, 1200 МГц, частота видеоядра. Это более-менее нормально. То есть в графических приложениях работать можно. Давайте рассмотрим комплектацию данного продукта. Во-первых, это чек и гарантия. Вот сумму вы можете видеть. Также гарантия на 30 месяцев. Теперь вы видите саму видеокарту. Карточка малогабаритная. Также система охлаждения очень маленькая. Маленький вентилятор. Даже меньше, чем у старой видеокарты. Но, как известно, такие видеокарты охлаждаются даже и без вентилятора, просто при наличии радиатора. Старая и новая видеокарта для сравнения габаритов. Что касается разъемов, меня интересует только VGA. Все же на новой видеокарте присутствуют все необходимые современные разъемы. Это и DVI, VGA и HDMI. Также в коробке присутствуют дополнительные детали. Это малые панели для установки в малогабаритные корпуса. А также всевозможные заглушки на разъемы карты. Что примечательно, в данной коробке присутствует диск с драйверами. То есть их не придется скачать с интернета. Сэкономим время. Ну и конечно же, User Manual. В общем, нам осталось установить видеокарту в системный блок. И протестировать ее работоспособность. По итогам запуска компьютера видеокарта работает исправно. Единственное, что необходимо, установить драйвера для нее. Для этих целей у нас есть диск. Нам остается лишь дождаться установки драйверов. И затем мы сможем провести небольшое тестирование работоспособности карточки. Ради интереса решил протестировать видеокарту FUR Mark. Конечно, я не жду никаких результатов. Тест будет производиться в Full HD разрешении. Вот, собственно, результат тестирования. 3 FPS максимум и 57 температур. Впрочем, больше вот этой видеокарты не ждал. На вопрос о том, во что можно поиграть на этой видеокарте, вот вам пример. Напомню, видеокарта для офисной работы.